В очередной раз ходят разговоры о том, что хорошо бы наконец вывести российских миротворцев, понятно, где они ходят. Насколько это в принципе, и это повод обратиться снова к вопросу, насколько в принципе ситуация без российских миротворцев здесь становится рискованной, на грани чего-то. Знаете, тема миротворцев возникает периодически из уст разных политиков, что молдавских, что европейских и так далее. И постоянно спекулируют на этой теме. Кто-то говорит, давайте вывезем миротворческие силы из Переднестровья, кто-то говорит, давайте поменяем на какую-то гражданскую миссию, кто-то говорит, давайте оставим пока до урегулирования Приднестровского конфликта, ну и так далее. И тема весьма спекулятивная в этой части. Я хочу выразить мнение народа Приднестровья и свой личный как президент. Вначале вспомнить историю. В принципе, вооруженного конфликта, историю 1992 года. У нас заключительная фаза боевых действий началась 19 июня 1992 года. Это вторжение в город Бандеры, вооруженных формирований со стороны Республики Молдова. Но что этому предшествовало? Да, уже предшествовал конфликт, уже была, в принципе, война, но тем не менее, парламент Молдовы буквально за 2-3 дня принимает решение до 19 июня, за 2-3 дня, о мирном решении Приднестровского конфликта. В принципе, город был разблокирован под гарантией так называемых наблюдателей. Они были. Это как-то так называемая гражданская миссия. Но через 2-3 дня, 19 июня, произошло вторжение нападения на город Бандеры. На мирный город. Город был деблокирован. Вошли в военно-формирование с трех сторон Бандеры. И началась бойня. При этом, вот эти наблюдатели, они, часть их была выведена за сутки до боевых действий, а часть просто спряталась, а потом была эвакуирована. И никто мирное население не предупредил, и местные власти, о возможном вторжении. Более того, люди военные поймут, чтобы организовать вторжение, и при этом вторжение производила не какая-то полицейская часть, а вооруженные силы, отмобилизованные вооруженные силы. То есть была объявлена преждевременная мобилизация перед вторжением. То есть это где-то за месяц, минимум за месяц, чтобы обеспечить полностью данное наступление. Таким образом, при принятии решения парламента уже был дан приказ на вторжение. Знали это наблюдатели, вот этой так называемой гражданской миссии? Я думаю, кто-то и знал. Кто-то, может, и не знал. Но свою функцию по обеспечению мира и контроля над принятием решениями они абсолютно не выполнили. И погибло большое множество людей, как мирных, и не только, и защитников Приднестровья. Погибло много нападавших со стороны Молдова. И вот уже, когда бушевал конфликт, когда гибли люди, было принято соглашение от 21 июля 1992 года, и на нашу землю вступили российские миротворцы. И прекратили конфликт. И с этого дня не было ни одного серьезного вооруженного конфликта между Молдовой и Приднестровьем. Более того, это совместная миротворческая миссия, в которую участвуют миротворцы России, миротворцы Приднестровья и миротворцы Молдовы, и наблюдатели с Украины. Успешность абсолютно очевидна. Это сохранение мира. Поэтому для нас миротворцы это, по большому счету, наш национальный интерес. И где-то сравни наши идеи о независимости и сохранении мира и безопасности на территории именно Приднестровья. Кто говорит о выводе, может по-разному рассуждать и разные доводы приводить. Но эти доводы, эти все мысли, они никакого отношения к миру не имеют. Они имеют только отношение к эскалации конфликта. Тем более, буквально вот когда обушевали предвыборные страсти на территории Молдовы. И на территории Молдовы народ выбирал не только президентов. Поэтому и была такая явка, и ажиотаж, и прочее. В Молдове выбирали вектор развития между Западом и Востоком. Вот примерно так. И повреждены были многие силы в эту электоральную спираль. И были высказывания со стороны бывших участников боевых действий со стороны Молдовы, комбатантов, резкие высказывания, угрожающие убийства, блокадами и новой войной. То есть вот оно, на самом деле, что может произойти. Поэтому миротворцы — это гарант мира на нашей земле. И о каком-либо выводе речь нашей стороны не идет. И более того, будем всячески препятствовать даже разговору на эту тему. — Возможно, это просто было сказано в пылу предвыборной борьбы, но она повторила это уже после того, как стало известно о ее победе. Или все-таки это какая-то спекуляция, которая по большому счету под собой какого-то решимости для реальных решений не имеет. Вы знаете, я бы не стал делать вот преждевременных выводов даже по заявлению госпожи Санду. Все-таки надо учитывать, что был сложнейший электоральный процесс, было такое нервное напряжение колоссальное у всех, кто участвовал в этом процессе. И, возможно, госпожа Сандуна транслирует запрос своего электората о чести. Понимаете? Что будет дальше, посмотрим. Поэтому я думаю, чтобы говорить на эту тему, надо знать историю процесса, как все протекало, даже хотя бы то, что я сейчас рассказал. И уже с этими знаниями что-то требовать. Даже хотя бы прочитать то соглашение, на основании чего миротворцы появились здесь, на берегах Днестра. А дальше посмотрим. У нас есть о чем говорить, в принципе, и мы готовы к диалогу. Вот вы упомянули о том, что, возможно, госпожа Сандуна пытается играть как-то в интерес, на интерес своего электората, но вы на таком, скажем, человеческом уровне ощущаете, что какое-то враждебное отношение страны именно Молдовы, как не просто некого государственного образования, вот на людей. Да нет, вы знаете, я не могу сказать, что народ плохой, ни в коем случае. У нас проживает в Приднестровье треть именно жителей по национальности Молдавани. И треть у нас украинцы, треть русские, и треть вот именно Молдаван, говорящие на молдавском языке. У нас есть молдавские школы, у нас есть дополнительное образование на молдавском языке, есть высшее образование на молдавском языке, на родном молдавском языке. Мы именно поддерживаем традиции и этнос именно Молдаван. Это нормально, это хорошо. У нас многонациональное государство. В целом, я к народу всегда относюсь уважительно. Ну, есть отдельные индивидуны, вы понимаете. И если говорить о вообще гражданской войне, то по статистике, возьмите любую гражданскую войну, даже ту самую кровавую, которая возникла после Октябрьского переворота. В гражданской войне участвует где-то от 2 до 5 процентов жителей всего государства, понимаете. Всего от 2 до 5. Поэтому в целом, конечно, народ мирный, народ дружелюбный, народ общительный. И вопросов-то в принципе нет. У нас есть родственные связи справа с селевого берега. Но есть и кучка тех, кто сгенерирует и начнет стрелять. Их может быть и немного с точки зрения процента, а с точки зрения количества достаточно. Кроме того, еще кто-то команду должен давать, либо не давать, об эскалации, либо не эскалации конфликта. В этом есть опасность. И вообще, по сути своей, здесь нет ни конфликта элит, ни конфликта прям народа, народ на народ. Нет. Я не конфликтовал ни с госпожей Санду, ни с господином Дадоном, ни с иными, так сказать, политическими деятелями в данном государстве. Да и народ хочет жить в мире, как справа, так и левого берега. Так в чем это же тогда суть конфликта? А суть конфликта заложена еще в конце 80-х, начало 90-х, когда как раз молдавская элита, которая поддерживала часть именно народа, ориентирована на Запад, выбрали именно этот вектор, западный вектор. Это их право. У нас народ поддержал выбор восточный. И потом подтвердил не раз по итогам референдума. Последний референдум состоялся в 2006 году, где народ практически единогласно высказался за независимость Приднестровской Молдавской Республикой со следующей интеграцией с Российской Федерацией. Это выбор вектора. Запад, восток. Конфликт. Понимаете? Конфликт выбора. Поэтому нельзя, нельзя говорить, категорически нельзя говорить о конфликте элит. Его не существует. Ну и так, чтобы народ готов уничтожать другой народ, у нас тоже такого нет. Слава Богу, нет. Ну, вот если говорить о востоке, то восточный вас еще есть один сосед, Украину, я имею в виду. Как, вот по вашей оценке, какую, что ли, роль они сейчас наблюдатели, как мы знаем, как вы понимаете в Мироторческой Миссии, они какую позицию занимают? Просто они действительно такие нейтральные наблюдатели? Или... Я бы хотел видеть Украину хорошим, добрым соседом. Прямо скажу. То, что происходит между Украиной и Россией, я хочу назвать одним словом трагедия. Лично для меня. Что касается Приднестровья. В Приднестровье проживает, как я уже сказал, 30% молдаван, 30% русских, 30% украинцев и иные национальности. У нас проживает более 100 тысяч граждан Украины, которые имеют Приднестровский паспорт. У нас есть украинские общины, украинские лицеи, украинские школы. И нет проблем. Абсолютно нет никаких проблем. Как в отношении между людьми в Приднестровье, так и в отношении с нашим соседом. И мы готовы развивать гуманитарные, культурные связи, естественные, экономические связи. И желаем, чтобы Украина думала и поступала так же, как мы. Надеюсь на это. Ну а по факту? По факту я бы не сказал бы, чтобы вот прям есть какая-то военная угроза, военная опасность. Такого нет на самом деле. Это все спекуляции. Ну я даже говорю сейчас не о военной угрозе, а как бы есть все-таки какое-то вот ощущение, что там же не очень приятно на относятся. Например, в частности мы же можем называть вещи своими именами. Я думаю, что украинцам совсем не нравится присутствие у них под боком хоть и такого небольшого, немалочисленного контингента российских войск. Мы знаем, они 2015-го кажется года или 2014-го уже не пропускают движение российских грузов и в частности по этой причине российские военные здесь находятся фактически в изоляции. То есть это в общем такие я бы сказал ну недружественные прежде всего конечно по отношению к России шаги так оценим но коль скоро миротворцы российские военные важная часть важный фактор стабильности в Приднестровье то соответственно их можно в какой-то мере согласитесь со мной или нет оценивать как не очень дружескан отношение к Приднестровью. Может быть но вы сейчас сказали украинцы не украинцы а элиты элиты принимают решения не все украинцы поступают так как элит и благословляют их действия или солидарны с ними вот у меня много друзей в Украине они рассуждают совсем иначе и понимают суть миротворчества здесь на берегах Днестра понимают и свои проблемы по-своему у каждого свое мнение сложно иногда и спорить но здесь понимают суть что касаемо действий по отношению к российским миротворствам да согласен они однобоки и запрет на ротацию именно миротворчества контингента об этом говорит как со стороны кстати говоря и Украины так и со стороны Молдовы есть проблемы по ротации личного состава миротворцев и ОГРВ и вот кстати говоря вытекает тема ОГРВ дополнительно да то есть кто-то требует вывода миротворцев кто-то требует вывода ОГРВ мы объединяем и миротворцев и ОГРВ любая миротворческая миссия на пустом месте не может существовать необходимо делать ротацию неходима база вот эту базу создают ОГРВ группа войск Российской Федерации на территории Приднестровья. И через именно ОГРВ проходят ротации, более того, ОГРВ охраняет склады в Колбасном, где хранится еще советские вооружения и так далее, также обеспечивая безопасность. Поэтому нельзя говорить о выводе ОГРВ, иначе мы будем говорить, по сути, о сломе миротворческого механизма, это недопустимо, мы об этом уже говорили. Ну, а смотрите, сколько факторов. Есть эти склады, которые, по сути, пока нет видимого решения с этим складом в Колбасном. Есть стойкое желание местных жителей Приднестровья видеть у себя российских военных как гарантов безопасности мира. Есть масса технических проблем, связанных вообще с потенциально гипотетическим выводом каких бы то ни было российских военных, миротворческого и части, либо же ОГРВ. Что вообще дает в таком случае основание политикам в Молдове, либо там ЕС, или там вот господин Стоунтенберг, генсек НАТО, высказался даже по этому тему, но она эту тему, вероятно, слышит, в принципе, говорит о такой возможности. То есть, кажется, что это все абсолютно нереально, либо все-таки какой-то прагматичный расчет в их действиях, ну, как-то можно проследить, глядя хотя бы отсюда и стират. Ну, честно говоря, я сложно улавливаю прагматизм в их заявлениях. Это просто желание. Вот желание, да, они высказывают свое желание. Какого-либо прагматизма, либо стратегии я не наблюдаю в их заявлениях. Ведь, по большому счету, миротворцы здесь, согласно соглашению от 1992 года, должны находиться до урегулирования конфликта. По мне, урегулирование конфликта – это признание Приднестровья. По мне. Иначе конфликт не затихнет. Вот именно признание Приднестровья – это уход от конфликта. И мы становимся добрыми соседями и ездим друг друга в гости. Примерно так. И, что касаемо технического решения, именно вывода миротворцев, это, по большому счету, политическое решение. Исходя из какой конструкции. Даже, пусть, так сказать, отсутствие ротации, мы, именно в Приднестровье у нас проживает достаточное количество граждан Российской Федерации, более 200 тысяч. И 90% всех миротворцев и личностного ГРВ – это наши граждане, местные жители, которые имеют Приднестровский паспорт, российский паспорт, имеют право строиться на контрактную службу. Поэтому люди отсюда как раз и не уйдут. Понимаете, да? То есть, как бы так посмотреть. Это все граждане России проживающие здесь, которые сами себя охраняют. Здесь миротворческая миссия немножко уже внутри трансформировалась. Эти люди сами, россияне, охраняют себя здесь, по большому счету. Вот еще нюанс. Поэтому все эти заявления, они, может быть, имеют отношение только не к миру, но абсолютно сделаны, мне кажется, вне знания истинной ситуации, которая происходит здесь, на берегах Днестра. Ну, вы можете вообще себе представить какое-то светлое будущее, когда ни миротворцы, ни военные здесь, в принципе, никакие посторонние не понадобятся? Ну, сложно весьма. Мне пока такое представить. Я пока вижу продолжение миротворческой миссии. Дальше мне анализировать просто весьма сложно.